Невозможно представить мир без перемен. Однако в последнее время он меняется так стремительно, что мы едва успеваем адаптироваться к новым реалиям. И это только начало. Ученые сходятся во мнении, что в ближайшие десятилетия наша планета изменится до неузнаваемости. Что же ждет нас в будущем? Это вы узнаете прямо сейчас. Самые шокирующие прогнозы ждут вас в конце этого видео. Об изменении климата и глобальном потеплении говорится достаточно много. Тем не менее, мало кто представляет себе его реальные последствия. Уже через 50 лет 3,5 миллиарда человек могут оказаться в зонах, непригодных для жизни погодных условий. Если человечество не найдет способ сократить выбросы углекислого газа. Исследования показали, что к 2070 году общая площадь суши, где среднегодовая температура превысит отметку в 29 градусов по Цельсию, вырастет с 0,8% до 19%. Этот уровень температуры соответствует климатическим характеристикам пустыни Сахара. Проблема заключается в том, что повышение температуры ожидается не только в менее населенных пустынных регионах, но также в тех местах, где проживает большая часть населения и наблюдается высокая рождаемость. Значительные территории в Южной Америке, Индии, Африке, Северной Австралии и Юго-Восточной Азии могут столкнуться с перспективой стать малопригодными для проживания. Если говорить об отдельных странах, то глобальное потепление только в одной Индии лишит нормальной среды существования как минимум миллиард человек. А в Нигерии, Пакистане, Индонезии и Судане не менее 100 миллионов в каждой из этих стран. Но жизнь кардинально изменится повсюду, ведь изменения климата приведут к глобальной миграции. Хотя температура поднимется везде, больше всего пострадают бедные страны, у которых нет ресурсов для адаптации к новым условиям. Наводнения уже происходят чаще, и с каждым годом они будут все масштабнее и разрушительнее. Если леса Амазонии продолжат вырубаться с той же скоростью, что и сейчас, то уже через 50 лет их площади сократятся наполовину. Это приведет к засухам и лесным пожарам. Ледники продолжат таять, а Мёртвое море вполне может оправдать своё название, так как попросту испарится. Предпринимать меры для смягчения посредствия изменения климата необходимо уже сейчас, иначе будет поздно. Сегодня часто можно услышать мнение, что мир находится на пороге Третьей мировой войны. Многие считают, что Третья мировая уже началась. Действительно, события в Израиле подтвердили, что в мире нет единства в вопросах международной безопасности и справедливости. Однако противостояние между евреями и арабами сейчас – это не единственный международный конфликт, который может свидетельствовать о том, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Неспровоцированное российское вторжение в Украину также имеет многовековую основу, и сегодня оно представляет угрозу для всей Европы. Важно, что нападение России на Украину – это попытка изменения границ насильственным путем, которая стала опасным прецедентом для всего мира. Ведь другие страны могут последовать этому примеру. Знаменитая прорицательница Ванга, которая предсказала распад Советского Союза и Чернобыльскую катастрофу, предвидела и нападение России на Украину. Она сказала, что после этого войны охватят весь мир. Противостояния Китая и США вокруг Тайваня продолжаются уже не первый год. Сейчас эксперты сходятся во мнении, что страны не сойдутся в прямом конфликте. Но известно, что Китай уже увеличил военный бюджет на 7,5% в связи с необходимостью решать оборонные задачи. Чего же стоит теперь ожидать? Большинство экспертов полагают, что Третью мировую войну не допустят, ведь она наверняка будет ядерной. А это означает, что последствия будут необратимыми для всего человечества. Но вместе с тем аналитики прогнозируют значительное увеличение количества так называемых прокси-войн, когда страны-гиганты воюют за свои интересы руками маленьких и неразвитых стран. В любом случае, современное оружие уже сегодня впечатляет своими возможностями. А в ближайшие десятилетия технологии искусственного интеллекта будут все больше внедряться в военную промышленность. Эксперты уверены, что к 2050 году киборги вытеснят простых солдат с полей. В обозримом будущем военные технологии разовьются настолько, что человеку для соперничества с ними самому придется стать машиной. Так считают эксперты командования по развитию боевых возможностей армии США. Другие же полагают, что Третья мировая война будет между людьми и искусственным интеллектом. Это вполне может произойти, если его разработка и внедрение выйдет из-под контроля. Однако в настоящее время разработчики контролируют развитие искусственного интеллекта для того, чтобы он работал на благо людей, а не против них. Доступность интернета значительно ускорила обмен информацией, знаниями и культурными ценностями между людьми. Обмен товарами и продуктами между странами сегодня также происходит гораздо быстрее, чем когда бы то ни было. Самолеты переносят людей из одной страны в другую. Кажется, все свидетельствует о том, что границы между странами стираются. Люди изучают языки и называют себя гражданами мира. Глобализация идет такими темпами, что кажется, очень скоро не будет смысла делиться на разные национальности. Однако после вторжения России в Украину все изменилось. Мир вполне может разделить железный занавес. Лидерами противоборствующих блоков могут стать США и Китай. Две крупнейшие экономики, вступившие в торговую войну еще в 2018 году. Ввиду резкого роста китайской экономики, многие американские компании перенесли свое производство в Китай, чтобы экономить на зарплатах. Фактически рабочие места, которые могли бы появиться в США, вместо этого создавались в другой стране. Это вызывало недовольство американских рабочих. К тому же Китай воровал американские технологии. Пекин принуждал западные фирмы, которые намеревались выходить на китайский рынок, открывать совместное производство с местными предприятиями и делиться технологиями. Эти факторы способствовали экономическому развитию Китая, но негативно оказались на США. Эксперты сходятся во мнении, что если Китай победит в экономической гонке, США утратит свое влияние. Это может произойти уже к 2050 году. Современные технологии уже сегодня поражают воображение. Но что же будет дальше? Представьте, что люди смогут перемещать вещи в пространстве, просто подумав о них. BCI – это электронное устройство, которое записывает электрические сигналы и позволяет двигать вещи силой мысли. BCI уже сегодня используют для помощи людям с ограниченными возможностями. Но в будущем его планируют использовать и для других целей. К 2030 году все экраны виртуальной реальности будут иметь разрешение в 8К. Это обеспечит невероятную реалистичность. 3D-печать станет основной потребительской технологии и будет производить предметы одежды всего за несколько центов. Уже к 2024 году 3D-печать станет в 30 раз быстрее, чем была 10 лет назад. Искусственный интеллект способен изменить структуру нашего общества. Уже через 10 лет роботы будут повсюду. Они будут не только делать за нас нашу работу, но и выполнять функцию компаньона. Роботы смогут выращивать фрукты и овощи. Они делают это уже сегодня. Но через пару десятилетий они полностью заменят людей. Роботы вытеснят людей из других сфер, поэтому безработица станет большой проблемой в ближайшие десятилетия. Известный футурист Рэй Курцвейл предсказал, что к 2030 годам появятся нанороботы, способные проникать через кровь в мозг для поддержания его функционирования. Ученые предполагают, что они смогут питать орган, то есть поддерживать его здоровое состояние, устранять повреждения и даже расширять природные способности, улучшать память, усиливать сенсорное восприятие или активизировать когнитивные процессы для творчества или решения задач. Курцвейл также предсказывает, что к 2045 году человек сможет достичь бессмертия благодаря прогрессу в области ИИ и биотехнологий. Он считает, что люди смогут полностью сохранить и восстановить свой мозг, практически устранив понятие смерти. К 2030 году 3D-печать будет использоваться для создания живых органов. В ближайшие десятилетия можно будет создать на принтере большинство из них. Тестирование ДНК станет настолько доступным, что будут получены генные данные об 1,8 населении Земли. С помощью искусственного интеллекта легко можно будет выявить многочисленные расстройства, связанные с генами. Гены можно будет редактировать, чтобы, например, повысить силу и выносливость. Люди смогут сливаться с компьютерами, чтобы улучшить свою память. Мозг можно будет подключить к интернету и просматривать любые веб-сайты мысленно. Искусственный интеллект будет взаимодействовать с человеческим организмом. В крупных странах основной валютой может стать криптовалюта. Уже сегодня биткоин признали легальной валютой в 111 странах. Сложно прогнозировать, как дальше будут развиваться события. Но если из автоматизации большинства процессов вырастет безработица, это отразится и на экономике. Курс доллара упадет. В этом случае криптовалюта выйдет на первый план. К 2030 году ученым, вероятно, удастся воскресить некоторые виды вымерших животных. Это могут быть шерстистые мамонты, птицы-додо и саблезубые тигры. Для этого ученые намерены применить технологии геноинженерии и используя ДНК мамонтов, извлеченные из замороженных останков животных, которые погибли много тысячелетий назад. Уже не первый год ведется работа, направленная на колонизацию Марса. Конечно, до реализации этих смелых планов пока еще далеко. Но компания SpaceX планирует отправить первый экипаж к Марсу при помощи ракеты Starship уже в 2029 году. Марс обладает множеством ресурсов, включая воду в подповерхностных ледяных отложениях, атмосферу, которая может быть использована для создания кислорода и полезные природные ресурсы, такие как минералы. Колонизация Марса также сможет стать формой защиты от глобальных катастроф на Земле, предоставляя людям второй дом. Долгосрочная цель колонизации Марса – создание постоянных поселений и самообеспечивающихся экосистем на этой планете. Такие поселения будут включать в себя жилые модули, теплицы для сельского хозяйства, источники энергии и другие необходимые структуры. В будущем переход на альтернативные источники энергии станет неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития человечества. Этот переход будет иметь глубокие исследовательские, технологические и экономические последствия и сыграет важную роль в сохранении планеты и обеспечении наших энергетических потребностей. Солнечная и ветровая энергия уже сегодня являются наиболее популярными альтернативными источниками энергии. Солнечные панели и ветряные турбины становятся все более эффективными и доступными, что делает их ключевыми элементами будущей энергетической системы. Итак, уже в 2050 году мир изменится до неузнаваемости. Электромобили будут правилом, а не исключением. Суперсовременные поезда и гиперскоростные транспортные системы свяжут города и страны, на порядок сокращая время путешествия. Беспилотные транспортные средства станут общедоступным видом транспорта, что сделает движение более безопасным и эффективным. Образование будет персонализированным и доступным для всех. Виртуальные уроки и обучение с использованием искусственного интеллекта помогут каждому студенту развиваться в соответствии с его специфическими потребностями и способностями. Студенты будут обучаться не только на Земле, но и на космических станциях и базах на Луне и Марсе, расширяя горизонты образования. Однако, несмотря на технологический прогресс, глобальные вызовы, такие как изменение климата и бедность, будут продолжать существовать. Мировое сотрудничество станет более важным, чем когда-либо. И человечество будет вынуждено объединить усилия для решения этих проблем. В 2050 году инновации и кооперация будут двигателями перемен, позволяя нам строить более справедливое и устойчивое будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok